Девушки отдыхают 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 Не говорите нам, что сейчас всем плохо, лучше сделайте по справедливости тем, кому вчера было слишком хорошо, особенно за наш счет. Или ваша 200-тысячная армия мытарей уже пошла с любопытством по домам, дачам и автопаркам скромных и вечных гостчиновников, весьма средней руки, депутатов, судей, прокуроров, милиционеров и прочих министров. Чтобы, между прочим, спросить за ту волшебную тумбочку, из которой они все разом наколядовали себе столько имущества, всю жизнь работая на копеечной госслужбе. Карл Маркс был экономист, целя старший экономист. Но даже она знает, что у каждого из ваших бюрократов за плечами почти 15 лет обязательных деклараций. И нет никуда легче установить, кто и сколько взял себе в лапу за время службы. Раз взяли хабара, пусть несут, не обляпаются, но оплатив налог, которого могло бы слишком хватить на пару годовых бюджетов. Вы боитесь, что таких же вопросов зададут и лично вам? В таком разе, Арсений, вы или вышиванку снимите, или крестик оденьте, потому что начинать дышать честностью нужно со своего отражения в зеркале. Вчера украинцам били морду бандиты в форме беркута за то, что те носили желто-блокитные флаги. Сегодня украинцам снова бьют морду те же самые бандиты, но в другой форме и держа в руках желто-блокитные флаги. В то время, пока ваш министр интернетных дел не сажает вороватых гаишников, а увольняет их на заслуженный отдых. К вам в правительство переехало пол Грузии, литовцы, эстонцы, американцы и даже один мужчина технократ. Но чем дальше в лес, тем голоса за то, что им не дают работы в старые прожженные кадры. Все громче и громче. Арсений, зараз война. И не уговаривайте нас кушать ананасов со ситриной. Мы уже давно пожертвовали их тем мальчикам, что не пускают на фронте Путина освободить Одессу от мирной жизни и будущего. Но почему же вы уже целый год делаете лицо, рассказывая, что вам что-то постоянно мешает танцевать? Чем больше жалуетесь, тем больше люди говорят не за ваши танцы, а что вы слишком похожи на тех, кто разбежался в прошлом году от народного гнева в разные стороны, особенно в Ростов. Мы таки видим, что вы аж два раза отличаетесь от вашего попередника Николая Азарова. Во-первых, вы выучили английский язык. Во-вторых, вы выучили его хорошо. Почему же вас все чаще вспоминают одними добрыми словами? Те брали на гоп-стоп, ваши же занимаются мародерством по нашим карманам. Те даже брехать не умели, а вы парень-гость. Говорите так складно, что таки хочется вложить ваши слова в банк под проценты, но ни один не берет. Бо за вашими словами, пока только волнение воздуха, а не дела. И за Одессу. Одесса дожила до того, что уже переросла своих местных градоначальников и готова побыть с Украиной в дружбе. После того, как крымские курорты дружно совершили самоубийство через колено распрямление, мы грустили об этом во все 32 зуба. Ожидая много гостей. Как говорится, баба с возу больше денег для привозу. Так помогите Одессе. Успокойте тех шлемазлов, что пугают людей терактами. Сделайте так, чтобы на пляжах Фонтана, Аркадии и Лонжерона хотя бы 3 метра воды работало и на город, а не только на чей-то личный бутерброд. Еще бы после каждого шторма с пляжей не смывало песок, тем более, что вы платите за его намыв столько денег, что тот песок можно было бы сделать уже золотым. Помогите городу решить проблему с канализацией, потому что с этим вопросом давно запах и в прямом, и в переносном смысле. Одесса всю жизнь умела торговать своим метром границы и делать так, что и таможня жила, и нам давала жить. Но времена меняются. Пока таможенники слишком хорошо живут, при них Одесса уже так себе поживает. За державу обидно. Они берут такую мзду, что загоняют всю коммерцию прямо в Уропе, даже глубже. Уймите их неприличные фантазии, вы увидите, сколько денег может приплыть в бюджет, а не прилипнуть по дороге к чьим-то рукам. Одесса умирает за Украину раз в месяц, снова и снова умываясь взрывами от вежливого русского терроризма. Так почему же вы так не любите этот город, что вы никак не забронируете билет в своем эконом-классе в ООН на метро, чтобы приехать сюда и погрустить над этим вместе с нами? Одесса – это не совсем город, это улыбка Бога, говорят одесситы. Помогите Одессе улыбнуться не от грусти, а от счастья, и она украсит этой улыбкой лицо Украины. И еще, Арсений, если вы хотите остаться порядочным мальчиком из приличной семьи, то хамите своим оппонентам в парламенте изящнее. Самолюбование вам не к лицу и забудьте за привычку врать на работе, даже так красиво, как вы хотите. Каждый раз, когда вы врете, где-то плачет от радости маленький Путин. Позже скоро вас могут перестать критиковать, вам даже не захотят бить морду, над вами начнут смеяться, а когда народ начнет смеяться, то всем уже будет не до смеха. Мы таки видим. Обещаниями вы доторговались, уже нечем давать с бюджета сдачи. Мы бережем последний нерв, чтобы не пожалеть вам кулю в лоб. Так не пожалейте уже и себя, расшибитесь в камикадзе, но перестройте страну, восстановите веру в справедливость, натрите мозоли на руках, а не на языке. Дайте людям шансов на заработать и попрыгайте выше головы. Арсений, вы знаете, почему в Одессе, в отличие от Киева, не берут в маршрутках деньги за проезд? Потому что берут за поездку. Это вы там у себя в столице привыкли крутить педали, стоя на месте. И иметь с этого неплохой гешефт. А в Одессе люди платят только на выходе, доехав до нужного места. Арсений, цель вас таки умоляет, хватит вашему правительству мигать поворотами, гудеть в сигнал и дыметь тормозами. Давайте уже ехать. Пока еще, с уважением и надеждой, чуть-чуть старая одесситка Зингель-Шухер-Циля.